Еще один огромный опрос, которому освещает целая книга и ровные мозговые штормы, как правильно планируется провести в видеокомпании. Невозможно, опять же, в рамках упившего этапа не сказать, если кто-то будет конкретный опрос, пробовать ответить в вторую часть. Но очень важный топик, я просто его взял буквально целиком из одной из книг, которые в большинстве их показывал. Поэтому для того, чтобы планировать правильно в видеокомпании провести, можно просто взять, сесть и очень подробно со своими коллегами, со своими стейкхолдерами и, может быть, даже со своими благополучателями, то есть в центре того, как управление вашей организацией, ответить на основные вопросы, за которых состоит в видеокомпании. Эти вопросы специально обращены, потому что без специальных терминов они присутствуют, потому что на самом деле пробивая коммуникация, в том числе и посредством рекламы, посредством каких-то мессенджей через СМИ, она все равно, по сути, является общением, что вы общаетесь с человеком в лифте или как раз, что вы общаетесь с какой-то массой аудитории, законы более-менее одни и те же. Вот эти ответы. Какая цель нашего обращения и к чему мы хотим добиться? Ключевой вопрос, потому что от него зависит и вообще все остальные. Собственно, к чему мы хотим. Потому что если мы хотим, если цель нашего обращения сделать мир добрее, то мы проиграем. Точно, совершенно. Мир добрее мы не сделаем. Иисус, мне кажется, не очень добрее сделал мир. Может быть, сделаем. То есть это вот такой уровень задачи, с которыми мы точно справимся. Эта задача нужно очень сильно и хорошо конкретизировать. И максимально сужать цель своего сообщения, и сообщение будет максимально острым, ярким и понятным всем. Кому мы обращаемся? Это вопрос, неправда, вопрос и большой тоже целевой аудитории нашего обращения. Не всегда нужно и не всегда полезно искать крупную целевую аудиторию. Скажем, мы хотим выйти на Первый канал, потому что у нас это больше покрытие будет страны. И мы сообщим, когда все получится. Во-первых, на Первый канал мы, скорее всего, не выйдем, но большинство из нас давляющих. Поэтому мы не покроем своим сообщением всю страну, для того, чтобы у нее нашлось несколько человек, которые нас поддержали. А во-вторых, есть очень мало действительно таких общих сообщений, общих месседжей, которые удовлетворили все, в любую аудиторию. Поэтому и что коммерческие, и что коммерческие, пытаются нас и аудиторию тоже максимально сузить. Там, да, вот на изначальной стратегии, например, компании Apple, известно, свадывалось в том, что они убрались в аудиторию гиков, там, да, каких-то digital art, там, художников, и обращались посредственно к ним. И обращались к каким-то причинам потребностям, должно быть красиво, должно быть надежно, и так далее, то есть какие-то свои истории. Это очень маленькая аудитория на общем фоне. Но она дала потом очень огромный прирост, потому что Apple взрывала очень серьезные, так вот, адекватуры в их числе. И это люди, к которым потребители многие прислушают. С вами иногда часто являются лидерами мнений, и людьми, за которыми просто следует повторяя их брейдинг, благодаря их, там, не знаю, одежду, телефон, компьютер и так далее. Вот если правильно будет улучшить аудиторию, то сообщение к нему дойдет, и более того, если правильно будет улучшить аудиторию, то сообщение может дойти до более широкой аудитории через какие-то смежные промежуточные меры и соприкосновения. Правильно ли выбрано место и время разговора, и когда это сделать лучше? Здесь речь идет о том, как выбрать каналы, медиаканалы, да, безусловутые. Медиаканалы — это все, посредством чего можно общаться со своей публикой. Это может быть газеты, журналы, ТВ, радио. Есть, прямо в каналах, еще какие-то носители, на которых можно разговаривать с публикой. Можно выписать, повесить билборд, можно написать аналитическую статью, можно запустить какую-то небольшую социальную рекламу по радио, на телевидении, снять телевизорный ролик. Совершенно разные есть истории, и все это вместе в видеокомпании. То есть коммуникация — это не только о журналистике, да, это не только о том, что журналисты должны рассказывать о вас. Это очень такая комплексная история. И иногда бывает некоторых целей, темнее не писать в газету, да, а обращаться напрямую к аудитории, к чувству, скажем, через социальную рекламу или через культфорный тип телемарафон, если есть такая возможность, да. Если, скажем, нужно создать деньги, то не всегда в привлекации в СМИ эти деньги принесет с целью, чем конкретно. Надо очень, поэтому четко выбрав все остальные вопросы, подумать над этим. Где вы говорите местно? Интересно ли ваше сообщение, там, не знаю, газетика и версанты, ли оно интереснее больше, как на собесках правды? Подходит ли ваш томат для телевидения? Можно ли сделать для вас красивую картинку или нельзя? Телевидные общательные, сторис, все тяжело. По-прежнему это становится легче, но у телевидения небольшие технологические требования, в том числе и картинки. Я знаю, очень мало людей в неконечном секторе, которые умеют работать с телевидением, умеют привести людей, поставить тут же в нужный ракурс, и сразу красиво все было в камере, поставить человека, который не будет заикаться, и так далее. Это прям единичный случай, сами, или журналисты это делать не будут, если это, конечно, не интересная к аудитории. Аудитория может быть интересная, если это, скажем, канал НТВ, а вы ставили на старый момент, возможно, они сами на пути ракурсе, необходимые даже создадут их. Но я думаю, что это не та ситуация, в которой мы хотим оказаться. Следующая история про месседжи, про то, насколько точно наши слова передают то, что мы хотим сказать, и, на слухах, понятно, они собеседнику. Очень часто возникает такая история, да, если кто-то общался с фиатильными агентствами, то оно точно не возникало. Мы хотим сказать одно, то есть мы принимаем одно про свою работу, а фиатильные агентства совершенно что-то другое дают. И, не знаю, кто там, что-то фиатильное изобразит, какую-то вау компанию, которая будет противоречить нашим принципам, в основном, ненавриди. Кто скажет как-то, что это не точно, да, мы, конечно, опасаемся вот неправильно говорить, но не совсем так, но не совсем об этом, да. И вот это вот контроверсия, это противоречие между людьми, которые со стороны и нами, которые очень хорошо понимают в своей теме, возникает постоянно, но возникает именно потому, что мы не можем подобрать правильных слов для того, чтобы для стороннего человека выразить точно то, что мы хотим сказать. И работали этими словами, да, мы думали, что она должна идти постоянно, перманентно, и это не какой-то наразовый процесс, собрались, придумали лозунг, а дальше с ним на флаг и ходим с ним. По поводу каждого мероприятия, каждой нашей идеи нужно, мне кажется, вырабатывать набор этих вот слов, не знаю, образовых понятий, представлений, и они должны просто отстакивать. А с любовь тогда, чуть меньше будет проблемы и с журналистами, и с людьми из мира креатива. Ну и, наконец, мы должны понимать, каким образом мы измерим, да, эффективность нашей коммуникации, то есть, что мы хотим от нашей аудитории, от тех, кто мы пытаемся рассказать о себе, что мы хотим от них получить, во-первых, мы вначале об этом думали, и получить никакого результата, и станет для нас приемлемым, да. Вот мы задумали медиакомпанию в СМИ, написали в куче материалах, будет ли правильно считать эффективность компании с помощью количества публикаций. С одной стороны, да, мы нормальный, самый простой, количество метод берем открытые источники, берем гугл, находим все свои упоминания, подсчитываем, и все хорошо. Но что дальше? Да, что изменилось? Повысилось ли посещаемость, понимая, нашего сайта, повысились все наши пожертвования? Случилось ли то вообще, что мы ожидали? Было ли количество какой-то публикаций негативных или позитивных? Негативных? Правильно ли все поняли журналисты? Они перебрали где-то наши слова? Вот она из всех этих историй помогает нам понять уже по результатам, правильно ли мы все сделали, и спректировать наши дальнейшие поступки. Ну, конечно, очень хорошо, когда этот процесс управляем, как она действительно заранее уже, насколько профессиональность, заранее знаем, чего будет, чего она пишет, о чем, и как подаст. Для этого важно, например, очень вести очень подробную базу журналистов. Ну, вот не просто базы СМИ, как часто бывает, с газеток, или на самом деле, телефон, 890, 590, 390, адрес какой-то, подпочтедакция такая-то, как правило, писем такого рода уходят никуда, тем более в больших медиа, где люди занимаются очень разными вещами, им всегда понятно, кто именно занимается, социальной тематикой. Вот, они на базу журналистов, журналистов, которые один у нас уже написали, или как-то их нашли, какие-то, по-моему, там, когда один у нас пишет на ваши предприятия, но не писали о нем. То есть люди, которые либо на тему пишут, либо заинтересованы, и можно также отслеживать, сколько часто они вас пишут, сколько они часто отвечают на ваши песни, там, да, были коммуникации точными, или не очень точными, негативными, или позитивными, и так далее. Тут с помощью такого подробного анализа можно будет предсказывать какую-то реакцию от ваших сообщений, если вы будете знать, с кем вы общаетесь, через какие каналы, и кто реализует ваши сообщения. Но и заодно при анализе результатов пошли для кампании можно посмотреть, какие эффекты были управляемыми, то есть то, что действительно вы спровоцировали, какие эффекты были не управляемыми, не зависимыми от вас. Ну, собственно говоря, я уже вам почти все рассказал, о том, что на этом слайде присутствует. Можете просто еще один, два вас. Следующая тема, которая тоже, к сожалению, кайдет по верхам, но для того, чтобы тоже как бы обозначено представление о том, кем образом можно в информационном поле работать, не просто работать в информационном поле, а себя делать информационным оружием. Надо понимать, что это работает не только для классического его понимания, не только связь журналистов, в том числе, не только о том, к СМИ. Здесь я воспользуюсь терминологией из бизнеса, что действительно, ну, собственно, паблик-раблик-раблик, что создают свои отношения с обществом. Это такое было ведущее слово долгие годы. И вот в отличие, его основной канал действительно СМИ, могут быть, самые разные носители, да, может быть, разные способы на доставке информации, но через СМИ. И стандартный работ фейер-отделов ссылки сводятся к тому, к взаимоотношениям с журналистами. И эти взаимоотношения тоже достаточно формализованы, часто бывают. Напишутся, какие-то релизы, обзвон журналистов, потом мероприятия, потом после релиз, потом опять обзвон, может быть, в лучшем случае, может быть, какие-нибудь там, благодарности и так далее. То есть, достаточно такая, ну, и неизвестная схема. Но еще в начале 90-х в бизнесе появилась немножко длинная концепция вообще коммуникации с внешним миром. Речь идет о интегрированных на этих двух коммуникациях. И особенность здесь несколько. Во-первых, при достижении своей цели мы объединяем все возможные инструменты и каналы, объединяем их в южную компанию, которая причина одной цели. Мы работаем не только журналистами, мы работаем с рекламой, мы работаем с применением продажи, мы работаем с ярмарками и так далее. И еще одна важная особенность заключается в том, что речь идет не об одностороннем общении. Пиар все-таки это что-то такое одностороннее. У нас диалог происходит чаще всего с журналистами, в лучшем случае, которые передают наши слова. Мы с ним как подружность, мы с ним очень хорошие, подвижаемся, да, и каким-то образом увлекаем его. Но с публикой мы общаемся подсторонне. Мы какие-то месседжи поставим, смотрим на их реакцию. Хороший месседж, хороший канал выбора реакции отличных. Плохой месседж, плохой канал, ну, реакция плохая или нет, никакой. Здесь концепция другая. Здесь концепция общения двустороннего. И коммуникация начинается не с того, что мы бросаем месседж в мир часто, а с изучения этого самого мира, в который вы бросаете месседж. То есть мы… Это тоже очень важно. Например, какие месседжи будем бросать, опять, посвященный социальным сроком, если мы не знаем, какого отношения общества к этой проблеме. Да, какие месседжи будем бросать о правозащите, каких-то очень, там, деликатных темах, правозащитных, если мы не знаем, какого отношения общества вообще к этой теме в целом. Да, то есть мы даже не сможем сформулировать корректно свои сообщения, чтобы, не знаю, не вызвать раздражения, не вызвать плохой реакции и так далее. Например, известно, что в России не очень хорошая реакция на шоковую рекламу социальную, а в некоторых странах, наоборот, вполне себе нормальная реакция. Эти вот вещи нужно знать, и при этом нужно изначально пытаться изучить аудиторию, как общественное мнение, и в широком смысле, и в устном. Да, что думает власть об этом, если мы говорим, общаться с чиновниками, что думает об этом бизнесе, если думают вообще об этой проблеме, в каких-то смежных историях. Ну, в общем говоря, если все это резюмировать, то наше общение начинается с правильного понимания своей целевой аудитории. Ну, плюс это некие инструменты, которые можно и нужно подключать для того, чтобы был такой полноценный эффект в бизнесе, да, это реклама у нас, это социальная реклама, это что-то, что это очень, если правильно сделано и хорошо, либо оплачено, либо хорошо нашей волонтерной, да, там, реализовано, она дает быстрый эффект, как правило, такой быстрый эффект повышения узнаваемости, но достаточно быстро выветривается из головы специального личного бренда, то достаточно быстро выветривается, и для того, чтобы эту узнаваемость своего бренда поддерживать с помощью реклама, нужно тратить на нее очень много либо денег, либо усилий, нужны постоянные рекламные волны, нужно постоянно много креатива и так далее. Это личная продажа для бизнеса. Для нас это что-то такое, типа личное убеждение, личное общение, может быть, через социальную сеть, хороший инструмент, может быть, вообще оффлайн, да, какое-то общение. Здесь можно очень добиться быстрого эффекта, ну, это, наверное, подходит больше для культурской аудитории, для своих жертвователей, там, тоже самое, не знаю, то же самое власти, бизнес. Нужно увидеть, уметь их убеждать и получать какую-то прям тоже быструю прибуду. Собственно говоря, в общем пиар, да, в общем public relations, цель которого в этой конструкции скорее поддерживать вот приятное информационное поле, которое мы создаем с помощью других инструментов маркетинговых и управления какими-то информационными потоками, да, но нужно научаться делать эти информационные потоки максимально предсказуемыми для нас. Прямая пришлая отсылка, участие в ярмарках, это тоже хорошая история, если я правильно понимаю, понимать, да, не так давно, не так давно, да, в декабре была в душевной базаре, и я заметил, что реально термическая организация оказалась не очень никогда-то удовольна. Начинался очень активный ибон, и все хотели участвовать, а сейчас, как я прям чувствую, в некоторых местах градус энтузиазма снижается. Снижается, потому что люди думают, что они платят слишком много денег, а получают слишком много пожертв, слишком мало пожертв, в смысле слишком много, так сказать, сил, ресурсов, и мало пожертв. Мне кажется, проблема в том, что не все понимают, зачем он этот базар на самом деле нужен. Он нужен, может быть, и не для того, чтобы создать пожертв, а для того, чтобы на какие-то вознадачи своих сторонников, общаться напрямую с людьми и так далее. И это прямое ощущение, оно дает гораздо более лояльных и нужных сторонников, чем, не знаю, почтовая отсылка и обращение через СМИ. Вот, вот ярмарки могут быть для этого, не только для фармлядинга прямого. Ну, нужно при этом, конечно, помнить, о чем я не скажу, что повторил, в течение своего спичи, что замениться со СМИ – это важная, в общем, часть финансовой стратегии, но не нужно думать, что она единственная и большая, чем существует. Ну, конечно, все мы знаем, что существует социальная сеть, через которая, как считается, можно очень хорошо общаться, зачем нам телевизор, если есть Фейсбук. Это, конечно, неправда. Вот, Фейсбук, даже ВКонтакте – это все еще на телевизор, но однако и телевизорам, и в целом, и журналистам, в частности, мир не ограничивается, может быть, с другими инструментами. Вторая история – не нужно ждать быстрого эффекта, если что-то о журналистах. Не нужно ждать быстрого эффекта от коммуникации с ним, даже в виде публикации. Потому что, если нет очевидных выгодов для нас СМИ, а это выгод, опять же, как я говорю, может быть, не в направлении для нас, да, мы не можем, с вами предсказать, что будет выгодно публиковать, то журналисты не обязаны на что-то касаться. Социальная ответственность – это, конечно, одна история его личная, а интересы его издания и интересы его редактора – это другая история. Социальная ответственность – это самая, ее не нужно делать, что ее можно воспитывать, увлекая человека в свою работу, показывая, да, друг друга с ним, общаясь с ним нормально, как с человеком, как с любым, другим волонтером, или единомышленником, это пока что, пока у нас не существует социальная журналистика, такого, как классы, да, как явления, это более правильный подход для работы журналистов, ну, открытый слайд, да, если нет. Но, опять же, если этого быстрого эффекта от журналистов не существует, то не страшно, если постепенно создаются все остальные базовые вещи, если, как разумно, пытаемся есть рекламную компанию, пытаемся строить коммуникации хотя бы на уровне своих скейпхолдеров и своих коллег, да, что тоже важно, не знаю, пишем нормальные создания типа филантропа, это все создает эффект накопления серьезного и иногда в какой-то момент происходит загреб-прорыв и все хорошо, база уже создана, да, прекрасно. Ну, и, конечно, с одной стороны, что в создании медиакомпании, что в создании какого-то общего плана, да, своего продвижения и маркизинга, да, своих условных продаж, нужно понимать, что есть два-три предприятия другого закона. Один из них говорит, что чем больше каналов на задействовательных, тем лучше, а другой, что плохие каналы и каналы, которые мне справятся, очень не соответствуют. То есть, чем качественнее, тем лучше. Надо всегда стараться этот баланс держать. Встречать везде, но все-таки не совсем везде, там, где он нас услышит. Спасибо. Есть мои контакты, ко мне можно обращаться и еще старый скрежет сайт.